Обуглившие балки, разбитые стекла, а когда-то здесь получали дополнительное образование студенты. После того, как Голицынский учебный центр покинул здание, его начали намеренно разрушать вандалы, хулиганы, бездомные. Постоянно гоняем бобжей, и вот только за последние две недели два возгорания было. Мы гасили их своими силами, потом пожарников вызывали, в результате погасили, но видите, они побили все окна, внутри все выгорело. Находящийся рядом завод по производству птицеводческого оборудования расположен вплотную к заброшенным домам. Возгорание и так называемые незаконные жильцы представляют большую опасность для их имущества. В таком состоянии они представляют огромную пожарную опасность цехам предприятия. Вот если видите, вот с этой стороны, со всех сторон, значит, здесь работает дорогостоящее оборудование, координатно-пробивной станок, листогибы. Не помогают ни заколоченные двери, ни контроль, ни жалобы. Вопросом озабочены и местные краеведы. Ведь эти деревянные постройки представляют огромную историческую ценность для города и округа в целом. Это, наверное, единственная сохранившаяся промышленная архитектура тех лет. То есть очень скоро им уже будет сто лет. Они построены в годы НЭПа, в очень тяжелые годы, когда был голод, разруха. И мы понимаем, что для того, чтобы нашим предкам это все построить, они потратили на это колоссальные ресурсы. Они были построены в 1927 году для часовых мастерских Платова. Большие окна, резные наличники, облицовка – все сохранилось в первозданном виде. Но пожары, разрушения и время ничего не жалеют. Сейчас эти здания признаны вновь выявленными объектами культурного наследия. На сегодняшний момент ведется государственная экспертиза по ним, которая признает уже, это факт лишь времени, уже полноценный статус объектов культурного наследия. Пока строения принадлежат Московской области, что не дает возможности муниципалитету производить какие-либо работы с ними. Однако бросать их на произвол судьбы никто не собирается. А краеведы мечтают, что когда-нибудь здесь будет музей, посвященный часовому промыслу России. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.